Приветствую! Сегодня мы разберемся в следующем вопросе. Можно ли проводить фото и видеофиксацию деятельности представителей ТЦК и СП во время мобилизации и военного положения в Украине? Как мы с вами знаем из многочисленных роликов, которые есть в сети, при попытке провести видеофиксацию деятельности, это вызывает у них примерно следующую реакцию. Камеру убрал! Камеру убери, я тебе сказал, руки сейчас поломаю. А, не, ошибся, там ноги предлагали поломать. Так вот, можно ли нам фиксировать их деятельность? И какая ответственность, и предусмотрена ли она вообще за фиксацию деятельности? Ведь часто они нас пугают уголовной ответственностью, мол, если ты сейчас нас будешь фиксировать, не удалишь эти видео, которые ты уже наснимал. Сейчас вызовем полицию и будешь со следователем разбираться, мол, и будут тебя привлекать к уголовной ответственности. Так ли это на самом деле или нет, мы сейчас быстро с вами разберемся, посмотрев Уголовный кодекс Украины. Ну а перед тем, как мы это сделаем, хочу напомнить, что у меня есть телеграм-канал, информации в нем гораздо больше и появляется она гораздо оперативнее, чем в ютуб-канале. Ссылочка на телеграм-канал есть в описании к данному видео. Ну а теперь давайте смотреть Уголовный кодекс. А в Уголовном кодексе у нас есть статья 114.2. И вот давайте с ней сейчас и ознакомимся, потому что именно эта статья связана с тем, что люди проводят видео и фотофиксацию деятельности Збройных сил Украины и получают соответствующий результат. И вот как нам не оказаться в этой ситуации. Итак, смотрим часть первая. Часть первая данной статьи начинается таким образом. ПОШИРЕННЯ ИНФОРМАЦИИ ПРО НАПРАВЛЕННЯ ПЕРЕМІЩЕННЯ ЗБРОЇ, ОЗБРОЇННЯ ТА БОЙОВИХ ПРИПАСІВ В Украину, в том числе и про их перемещение територией Украины, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генштабу, МНМОУ и так далее. Ключевое слово какое? Кто обратил внимание? Конечно же, первое. Вот оно. ПОШИРЕННЯ ИНФОРМАЦИИ. То есть даже на самом деле, если человек фиксирует, вот захотелось ему во время военного положения сфотографироваться на фоне Хаймарса, он может это сделать. За это уголовной ответственности не будет. Правда, за это ему могут вломить и, наверное, даже будут правы. Вот, потому что не нужно, конечно же, этого делать. Ну, не то сейчас время. Но уголовной ответственности за саму фотографию не будет. Ответственность будет, если человек распространил эту информацию. То есть он сфотографировал и давай там всем пересылать, в том числе выкладывать в соцсети. Вот тогда вопрос ответственности может, конечно же, стать. Идем дальше. Вторая часть. Здесь будем внимательнее еще читать. Смотрите. Поширение информации про перемещение, рух або розташевание СССР, или других. Возможности, соответственно, в законах Украины, военно-воспространения, за возможности их идентификации на местности, если такая информация не размещалася у открытого доступа Генеральным штабом СССР, МОУ, або и другими уповноваженными государственными органами. Ну, если это, конечно, в том числе, в условиях военного или надзвичайного Астану, и вот как раз на эту часть ТЦК, бывает, посылается. То есть они говорят, что вот, мол, там сбройные силы не можно фотографовать. Здесь, конечно, я уже чувствую, как кто-то пишет комментарий, что, мол, ТЦК это не ЗСУ. На самом деле ТЦК и СП, те люди, которые есть в ТЦК и СП, это военнослужащие. И они как раз, в принципе, попадают под эту статью, да, то есть их не нужно фотографировать. Но, есть одно но, здесь мы говорим о, снова, про поширение информации, про перемещение рух об растошевании СССР Украины. То есть говорить о том, что под этот запрет попадает информация о том, как в центре города стоят два, три, ну сколько их, максимум пять военнослужащих, ну мне кажется, было бы некорректно. Но представим себе, представим себе, что да, попадает под эту статью. Но снова ключевое слово какое? Поширение информации. Поширение информации. А помимо этого еще есть какая оговорочка? За можливости их идентификации на местевости. То есть уголовный кодекс говорит, что в принципе вы можете фотографировать, проводить видеофиксацию, но главное не поширювать за можливости идентификации на местевости. То есть на самом деле вы можете поширювать эту информацию только если нельзя идентифицировать на местности. Ну вы видели такие фотографии, где там есть военнослужащие, блокпосты фотографируют технику, но заблюрен фон, да, и невозможно понять вообще где это находится. Так вот вопрос. За что уголовная ответственность? За поширение информации при условии возможности идентификации. Что абсолютно логично, что абсолютно правильно, потому что в условиях военного положения, если кто-то, я не знаю, там увидел колонну, заснял колонну, как личный состав ЗСУ там проезжает, не знаю, там через Полтаву, и человек такую трансляцию ведет куда-нибудь в Инстаграме, да, говорит, ой, смотрите, ЗСУ прям сейчас едет по трассе Полтава-Харьков, да, вот они выезжают из Полтавы прямо сейчас, ну, вы сами понимаете, тут как бы сам Бог велел, что называется, такого человека привлечь к уголовной ответственности. Но мы же говорим о представителях ТЦК и СП. И, соответственно, чтобы нам не попадать под эту статью, да, что мы делаем? Мы фиксируем на видео их действия, потому что это не запрещено абсолютно ничем. Даже если вы зайдете там, я не знаю, на сайт Моу, на телеграм-канал Генштаба, да, где еще с марта прошлого года было на основании приказа залужного перечень того, что нельзя снимать на видео, на фото. И там ничего не сказано о том, что нельзя проводить фото-видео фиксацию военнослужащих. Тем более мы должны понимать, что есть большая разница, когда вы снимаете блокпост и военнослужащих, стоящих на нем. И другое дело, когда к вам подходят с требованием предъявить документы, и очень часто, да, мы знаем, что такие требования бывают незаконные, то эти действия вы можете снимать. И вот где я хочу вас защитить, да, такое наупреждение сыграть, так сказать, чтобы не было никакой зацепочки привлечь вас к уголовной ответственности, вы что должны сделать? Правильно, если вы решили это видео выложить в сеть, вы должны убрать все, что может идентифицировать расположение этих военнослужащих, да. То есть у вас видео может храниться дома в исходнике, там, если вы хотите написать заяву в полицию, например, вы можете это сделать в исходнике, подавать им. Это не будет считаться поширением этой информации. А вот если вы сеть выложите, ну, теоретически до вас можно докопаться. Вот чтобы этого не было, заблюрьте все здания, которые есть, все, и пусть будет видно только, как этот человек там с вами разговаривает, как он себя ведет, и все. И никакой в этом случае уголовной ответственности по статье 114.2 Уголовного кодекса Украины быть не может. На сегодняшний день в Верховной Раде зарегистрирован законопроект 95.19, которым предлагается увеличить уголовную ответственность по статье 114.2. И там сроки будут повышены вплоть до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества. Что, в принципе, логично в условиях военного положения. Ну, безусловно, нельзя снимать там расположение техники в больших групп военнослужащих и выкладывать это в общий доступ. Ну, мы же понимаем, каким ужасным последствиям это приводит. А это приводит к тому, что туда прилетают ракеты, ну, и именно поэтому хотят ужесточить ответственность. Но, еще раз подчеркну, подводя итог этому видео, ни одна норма закона, ни одна норма постановка обмина, ничто на сегодняшний день не запрещает фиксировать деятельность представителя ТЦК и ЕСП. Из-за сам факта фиксации этой деятельности не предусмотрено ни уголовной, ни административной ответственности. Единственное, где могут зацепиться, вот где могут зацепиться, это то, что вы выкладываете эту информацию в интернет и можно идентифицировать, где эта группа располагается. Для этого, чтобы быть защищенным, блюрим такие видео и все. Ну, фон на этих видео и все. И еще раз помните, никто вам не запрещает снимать противоправную деятельность представителей ТЦК и ЕСП. И при этом не стоит вот просто так от нечего делать, да, потому что вам захотелось ходить за ними, снимать их деятельность, да, вот просто потому, что вы там решили сыграть в блогера, так сказать, да. И это касается как представителей ТЦК и ЕСП, так и в целом военнослужащих. Вы должны помнить, какую миссию они на сегодняшний день выполняют и, безусловно, вот просто так фиксировать их на видео не стоит. Если вы хотите там где-то на блокпосту, где-то с какой-то техникой сфотографироваться, подойдите к военнослужащему, попросите у него разрешение, это будет правильно в данной ситуации. Да, там, вы не обязаны этого делать по закону, да, но давайте исходить из того, что в этой ситуации это будет абсолютно правильно. И спросите у военнослужащего там, а могу я вот здесь вот, да, разместить потом эту фотографию с учетом там фона, который есть и все. Это будет правильно в данной ситуации. Все. На этом заканчиваем. Если вы считаете, что данное видео было полезным, ставим ему лайк, подписываемся на мой канал и вы найдете еще массу полезных видео. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.